МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После аннексии Крыма 8 и 9 мая обрели дополнительный символизм. Потому что любой разговор о прошлой войне будет упираться в войну нынешнюю. И мы будем спорить не только о том, кто наследует у победивших союзников, но и о том, кто наследует у проигравшей Германии. Семь лет назад на смену георгиевским лентам в Украине пришел красный маг. Это изобретение Моины Мишель, преподавательницы из университета Джорджии. Изначально было символом траура, попавшим в Первой мировой. Теперь оно расширило свои временные рамки и географию, заступив на символическое дежурство в Украине. А георгиевские ленты бесповоротно и окончательно превратились в маркер солидарности с агрессором. Вдобавок, уже пятый год Украина отмечает сразу две даты – 8 и 9 мая. Изначально разночтения были рождены часовыми поясами. Капитуляцию в Карлсхорсте подписывали в 22.43.8 мая по центральноевропейскому времени. А в Москве было уже 43 минуты 1-го – 9 мая. Теперь Украина ощущает сопричастность сразу к обеим датам. 8 числа она отмечает День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой. Причем акцент делается именно на первую дату, как эдакий символический мост к европейским союзникам. А вторая дата все больше превращается в дань привычки и традиции. Так или иначе, советский концепт памяти о Второй мировой был призван сшивать воедино бывшие советские республики, вводить внешнюю ментальную границу, стирая внутренние окопы. А аннексия Крыма и вторжение на Донбасс – эту самую карту ментальных границ перелицевали. Отныне, чем больше Москва будет пытаться походить на Советский Союз, тем сильнее Киев будет от этой реплики дистанцироваться. А любое завтра начинается с переосмысления вчера. Оттого и победа не над фашизмом, а над нацизмом. Не в Великой Отечественной, а во Второй мировой. Не 9 мая, а 8 мая. Не георгиевская лента, а красный мак. Впрочем, отношение к Дню Победы обнаружило еще одно различие в подходах двух стран. Оно состоит в том, что Москва ищет в прошлом ответы на настоящее, а Киев ищет в настоящем ответы на вопросы прошлого. Россия официально не признает себя участницей войны, которая идет на Донбассе. Поэтому для российского обывателя украинские перемены выглядят как эдакий исторический ревизионизм. Ревизионизм с возвеличиванием роли националистов, с уходом от советского исторического концепта, с отказом от привычного формата празднования. Отсюда все российские разговоры о бандеровцах и фашизме. Москва всматривается в прошлое, чтобы объяснить собственному избирателю, а что, собственно, происходит в Украине, с которой вроде как сражались бок о бок, а празднуют, которая при этом особняком. А для Украины нет дискуссии о роли России в войне на Донбассе. И для Киева именно события новейшей истории являются ключом к пониманию Второй мировой. Крым – это почти полное повторение истории Судетской области Чехословакии, которую Третий Рейх захватил в 1938 году. И все разговоры Москвы о защите русскоязычных до боли напоминают рассуждения Берлина о защите немцев. На примере России можно изучать, в какой момент государство становится агрессором и как выглядит обыденность зла. Пока в Москве тычат Киев носом в учебнике истории, Киев тычет Москву носом в ленты новостей. Время обладает способностью превращать реальную память в символическую. Поколения сменяются, цифры понемногу становятся статистикой, эстетика все чаще подменяет собой этику. Но в 76-ю годовщину Победы к старой дискуссии о том, кто наследует у Советского Союза, добавилось новое – о том, кто наследует у проигравшей Германии. И на этот вопрос Киев и Москва вряд ли смогут найти одинаковый ответ.